Сергей Вильчинский, медиагруппа «Сбезда», Михаил Михайлович, еще раз добрый вечер. Переброшу мостик из того сезона в этот. Последний мой вопрос на пресс-конференции «Старпеда» был по поводу центральных защитников. Играли Погоснов, Кузьмичев. Сегодня первую игру официальную Фасон, Морозов. Несколько слов об этом. Почему решили? Я уже сказал перед матчем, что Погоснов болел и тренироваться начал совсем недавно. То есть неполный цикл прошел, пропускал. Фасон и Морозов последние контрольные матчи провели вместе. Поэтому выбор пал на них. Но, к сожалению, те такие легкие мячи, которые пропустили, не имеем права пропускать. И, естественно, разберем их и постараемся исправить. Может быть, не совсем корректно, но спрошу все равно. Вот слишком много давали игрокам Рубина принимать свободно мяч в штрафной площади, чего раньше не было. Вы знаете, я все игры отсматриваю. С чем это объяснить? Волнением, первая игра, предсезонная подготовка. Несколько слов об этом. Я думаю, что, что касается первого тайма, все это было из-за штрафной, больше дальних ударов. Во втором тайме контрвыпад, который завершился. Взятие ворот, он, конечно, недопустим, потому что обязан находиться в позициях ребята и сдерживать от быстрой атаки соперника. Поэтому, еще раз повторюсь, что такие, так скажем, мы были недостаточно хороши в переходных моментах, потому что Рубин нас несколько раз достаточно остро ловил на контратаках. Спасибо. Еще вопросы? Скажите, вот один момент по существу. У вас два крайних нападающих, которые постоянно владеют мячом, которые постоянно свободны, но они практически в 8 из 10 моментов делают навесы. Почему все-таки под них не открывается никто? Все-таки это большой козырь у локомотива иметь таких скоростных нападающих крайних. Я понимаю, что есть дзюбы, на которые нужно навешивать, но они часто очень владели и часто, скажем, принимали, на мой взгляд, не очень правильные решения. Я немножко не соглашусь, потому что вся, наверное, острота с точки зрения фланговой игры, вот, как вы говорите о подачах, шли, наверное, больше от Текнезяна, Митая, Нинахова. Это фланговые защитники, а те быстрые атаки, которые у нас были острые в этой игре и завершались практически голевыми моментами, их надо было распоряжаться. Это как раз те игроки Глушенков, Пеняев, они, в принципе, и свои козыри демонстрировали. То же самое в развитии атаки дзюба, который очень, ну, достаточно эффективно исполнил роль, так сказать, игрока, через которого быстро атаки эти проходили. Поэтому, вот, я думаю, что, как такового перебора не было. Естественно, хотелось бы выжимать больше максимума из этих моментов, потому что у нас достаточно были острые моменты, особенно в первом тайме, когда тоже Глушенков обязан был забивать. Спасибо. Еще вопрос? Антон? Михаил Михайлович, добрый вечер. Антон Буялов, Мире спорта. Один вопрос, ну, наверное, простой, с моей точки зрения, но, наверное, для вас не очень простой. Все-таки, почему Изидор не играет с первых минут? Понятно, что он выходит, забивает всегда на замену. Ну, может быть, не готов на всю игру, может быть, это тактический план. Скажите, пожалуйста. Я уже неоднократно говорил, да, и по ходу той части чемпионата есть игроки, которые выходят и с первых минуты делают большой объем работы и в обороне, и в атаке. Есть игроки, которые по ходу матча выходят и дают определенную скорость и остроту в атакующих действиях, подуставших защитников. Это определенная стратегия игры, которую мы тоже просчитываем. Вопрос другой, что, естественно, и Изидор тоже получал шансы в стартовом составе и будет получать, да, поэтому все определит конкуренция, качество игры. У него все шансы есть для того, чтобы тоже безболезненно играть и конкурировать с другими игроками. Спасибо. Спасибо, Антон. Еще вопросы? А кроме вас еще кто-то? После гола забитого локомотива, когда сравнили 1-1, вы Вилсон подозвали, что-то ему сказали, конкретно что? Ну, игровой момент подсказали, чтобы быстрее принимал решения, быстрее действовал, работал с мячом, потому что нападающий Рузбин успевали его накрывать и заставляли его ошибаться. Да, и мы нарывались на ответной атаке, поэтому подсказали, чтобы он этих моментов не допускал. Еще короткий вопрос, Михаил Михайлович. С уходом Сергея Пеняева, как мне показалось, остроты стало меньше. Почему решили его снять с игры? Ну, нам показалось, что нам необходимо было туда добавить, задвоить фланг, чтобы с выходом мета эти князяны, более левоногих игроков, чтобы было больше, так скажем, остроты и фланговых подач в штрафную площадь под вбегание. То же самое, в принципе, и сделали с противоположным флангом, когда вышел из Амошников и Изидор, да, более свежие футболисты, потому что понимали, что центр очень насыщен. Три опорных, три центральных защитника, и достаточно тяжело вскрывать через середину, нужна была фланговая игра, поэтому фланги постарались освежить. Спасибо. Коллеги, еще есть вопросы? Александр, конечно, как? Мы без вашего вопроса. Да, Александр Роганов, матч ТВ. На самом деле, самый простой вопрос хотел. Можете оценить вообще то, как команда готова к началу СИЗО, в целом, и по этому матчу, и по, может быть, контролям, каким-то там играм, физически успели все сделать? Ну, опять же, это покажет игры, это покажет СИЗО, посмотрим сейчас, что нам удалось сделать по двигательной активности, опять же, да, мы видим, что ребята боролись, ребята бежали, старались прессинговать, и уровень подготовленности у них достаточно хороший, поэтому это позволяет им делать, и те футболисты, которые выходят по ходу игры, тоже это демонстрируют. Поэтому, опять же, по ходу всего матча. Теперь вопрос длинной дистанции, я думаю, что ту работу, которую они сделали, естественно, поможет футболисту.